В Ставрополе казаки преследуют охотников на покемонов. Они провели уже целую серию рейдов, во время которых убеждали прохожих отказаться от игры в карманных монстров. Впрочем, у любителей популярной мобильной игры акция понимания и так и не нашла. Казаков в их рейде сопровождала Екатерина Кадушкина. Чем ты давай в эту игру играть? Чтобы ходить за вражды, как наркоманы, зомби и как-то ловить покемонов? В Ставрополе рейд казаков по борьбе с приложением Pokemon Go и игромании выходят на улицу, ловят молодых людей, объясняют. А ваши друзья играют в эту игру? Нет. Неправильно. И никому не советуют. Трата времени, зависимость от игры, как от алкоголя или наркотиков, а еще опасность слежки. Вот аргументы ставропольских казаков против Pokemon Go. Америка просканирует с помощью этой игры все дворы наши, все участки, чтобы знать, что где находится. Здесь очень много негативных аспектов. Требуем, чтобы ее запретили обязательно. Ее нельзя пускать людям. Чужды нам разные покемонские штучки. Таких рейдов в Ставрополе уже было больше десяти. Пока каникулы, казаки и волонтеры выходят на улицы и в парки. В учебном году пойдут школы и вузы. Против Pokemon Go с формулировкой «попахивает сатанизмом» и казаки Санкт-Петербурга. У казаков Краснодарского края другое мнение. Сначала нужно победить реальные угрозы – преступность. Я не буду ходить по улице и рассказывать людям, что такое хорошо и что такое плохо в смысле этой игры. На меня они могут неправильно посмотреть. Я живу в курортном городе. Мне больше, чтобы на улицах был порядок. Меня интересует, чтобы наши люди, которые приезжают из других регионов, в наш Краснодарский край, уезжали отсюда довольные и говорили, что да, на улицах города-курорта Анапы порядок. А может быть, угроза и правда виртуальна. Игр с дополненной реальностью сотни. «Покемон Гоу» всего лишь одна из них, но очень популярная. Не сказать, что она чем-то уникальна. И действительно, тот функционал, но именно с технической точки зрения, который заложен в игру, он не является каким-то инновационным. Другое дело, что эта игра сама по себе хорошо была подготовлена. То есть грамотно построена, грамотно раскручена. «Покемон Гоу» – это игра, которая идеально попала в тренд. Миллионы разработчиков мечтают сделать такую игру. Погадать с этим нельзя. Это именно чутье или удача. И разработчикам повезло. Все, что образовалось вокруг этого феномена – это вещи, которые нужно быть готовыми. А так «Покемон Гоу» – это обычное безобидное развлечение, которых много. И пока казаки с объяснениями ходят по улицам Ставрополя ловить покемонов, там вовсю продолжают. Есть плюсы. Лишний повод выйти на улицу и познакомиться с единомышленниками. Вот что говорят те, кто «Покемон Гоу» удалять не собираются. Доставило выйти меня погулять, познакомиться с другими людьми. Если считать негативным меняем тем, что я выхожу на улицу, дышу свежим воздухом и потом сплю лучше – это негативно. А то, что пытаются запретить совсем игру – это глупо, потому что зачем запрещать интересы других людей. Впрочем, запрещать игру «Покоран» и «Покемон Гоу» в России пока официально не запущено. Скачать приложение можно, если зарегистрировать иностранную учетную запись. Так что поймать Пикачу в России можно. Неофициально, но вполне законно. Екатерина Кадушкина, Анна Погонина, Вести.